МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День открытых дверей в музыкальной школе Десногорска. Инструктаж полицейских и их добровольных помощников. Итоги первенства по баскетболу среди юношей. А теперь об этих и других событиях подробнее. 1 апреля на Смоленщине стартует оперативно-профилактическая операция «Путина». На территории региона она проводится уже в четвертый раз. Основная задача – сохранение водных, биоресурсов, пресечение, выявление и раскрытие преступлений. В области планируют открыть частную наркологическую клинику. Вопрос об условиях лечения, профилактики и реабилитации наркозависимых смолян обсуждался на заседании Антинаркотической комиссии области. Губернатор Алексей Островский поручил разработать и направить предложение профильным клиникам страны по созданию в регионе филиала в рамках государственно-частного партнерства. На плановом оперативном совещании, исполняющий обязанности главы администрации нашего города Сергей Тощев, подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В апреле в Десногорске пройдёт традиционный экологический месячник по санитарной очистке. В нём участвуют все предприятия и организации нашего города. Активная фаза работ начнётся 4 апреля. Мы хотим попросить всех руководителей внимательно ознакомиться с схемой, которую предложит наш комитет по городскому хозяйству, обувь территории. Ну и традиционно наш месячник завершается общегородским субботником. Несмотря на все усилия администрации по благоустройству города, некоторые горожане продолжают парковать личный транспорт на газонах. Группа сотрудников совершает религии. Это всё фиксируется. Административный комиссия всё будет рассматривать. Поэтому уж не обессудьте. Придётся заплатить штрафы. После весенних каникул школьники города приступили к занятиям. 1 апреля начинается весенний призыв граждан на военную службу. Повестки получат 128 юношей Десногорска. До 1 июня трудовые коллективы города должны выбрать 12 лучших работников для последующего размещения фотографий этих кандидатов на доске почёта. Сведения предоставляются в администрацию Десногорска. Под Смоленском специалисты Россельхознадзора задержали груз из Белоруссии. Тонну яичного порошка везли в Армению без ветеринарных документов. В связи с этим было принято решение о возврате товара отправителю Минской птицефабрики. В Москве стартовала неделя моды. В числе участников крупнейшего события в отечественной модной индустрии шестилетняя модель из Смоленска Анна Девяткина. Она открывала модный показ молодых дизайнеров. На подиум Аня вышла в национальном костюме, который сшила начинающий дизайнер Олеся Ермачкова. Детская музыкальная школа Десногорска распахнула свои двери для будущих юных музыкантов и их родителей. На Дни открытых дверей побывала и наша съёмочная группа. Программа Дня открытых дверей была разнообразной. Гости познакомились со школой и музыкальными инструментами, встретились с преподавателями. Мы проводим это мероприятие для того, чтобы родители, дети смогли посмотреть, какие музыкальные инструменты существуют, послушать их звучание и, может быть, определиться с выбором в дальнейшем. На концерте педагоги продемонстрировали мастерство владения инструментами, а учащиеся всех отделений школы свои успехи в освоении музыки и танцев. Собравшиеся, а их было немного, наблюдали с большим удовольствием, награждая выступающих громкими аплодисментами. В заключение концерта юных десногорцев ещё раз пригласили учиться творить музыку своими руками. Желаем нашей музыкальной школе дальнейшего процветания, успехов и ещё больше талантливых учеников. А сейчас блок криминальных новостей. Сотрудники исправительной колонии номер 6 при помощи специально обученной собаки обнаружили в запретной зоне учреждения почти 24 грамма наркотического вещества, предназначавшегося осуждённым. Злоумышленники пытались перебросить наркотики на территорию колонии. Экспертиза подтвердила, что изъятая измельчённая растительная масса зелёного цвета – марихуана. 26 марта за 20 минут до полуночи в Егимовичах загорелся жилой дом. Прибывшим пожарным удалось за 17 минут локализовать пламя, но на полную ликвидацию огня понадобилось больше часа. В результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнём. Погибших и пострадавших нет. Первый в этом году совместный инструктаж провели полицейские – члены народной и казачьей дружины. Участники построились перед зданием администрации, чтобы горожане могли наблюдать за происходящим. Подробности в нашем сюжете. Во время инструктажа для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид и экипировку сотрудников, осматривают служебные машины. Полицейские отрабатывают боевые приёмы борьбы и обезвреживание преступников. Всё это совершенствует деятельность строевых подразделений ППС, инспекции по безопасности дорожного движения, вне ведомственной охраны и помогает в ежедневном несении службы. Инструктаж проводится не в закрытом помещении, как ежедневно у нас проводится, а проводится именно на открытых площадках или в общественных местах, вот такие вот, как сегодня, например, около здания администрации, где много народу. Совместный инструктаж личного состава подразделений полиции, казачьей и народной дружины доступен для публичного обозрения один раз в квартал. А сейчас новости культуры. 31 марта в Смоленском драмтеатре выступит хор Валаамского монастыря. В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, произведения Глинки, Рахманинова, Чеснокова, стихи поэтов Серебряного века и современных авторов, а также лирические и патриотические песни времен Первой мировой и Великой Отечественной войн. 13 августа состоится шестой Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад», приуроченный ко Дню физкультурника. В фестивале примут участие девять профессиональных пиротехнических команд. Предварительная продажа билетов уже начата. Подробности на сайте, адрес которого вы видите на экранах. Четыре дня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна десять баскетбольных команд боролись за лидерство в первенстве Центрального федерального округа. 29 марта во второй половине дня состоялись игры, по результатам которых определились победители. По итогам на третью позицию вышли две команды из городов Ногинск и Белгород. Их борьба была очень напряженной, переживали и болельщики, и тренеры. Спортсмены не уступали друг другу в мастерстве и подготовке. В итоге команда Белгорода одержала победу со счетом 55-53. Борьба за первое место оказалась еще жестче. В данный момент две лучшие команды финальных игр из городов Орел и Павловского посада Московской области ведут борьбу за первое место. Осталось совсем немного, и мы узнаем, кто же лидер этого сезона. Игра проходила интересно и захватывающе. Обе команды не уступали и шли на равных. Трибуны взрывались овациями после каждого метка брошенного мяча. Отличная организация, отличные команды, хорошая игра, нравится судейство. В финал вышли самые сильные команды в Центральном федеральном округе. Команды, которые вышли в финал, они борются за первые и четвертые места. Они примерно одинакового уровня. Поэтому игры, особенно последнего дня, очень интересные, очень захватывающие, все переживают. Из команд, которые здесь присутствуют, четыре команды официально играют в чемпионатной страны под эгидой Российской Федерации баскетбола и Минспорта России. И это команда финалист Белгород, Тула, тот же Павловский посад, Ногинск. Ну, остальные просто представляют Центральный федеральный округ, которые выиграли свои территориальные, позональные соревнования и попали на финал. Борьба за первое место завершилась со счетом 37-28 в пользу команды «Орла». Соперники были очень тяжелые, умные, играли очень хорошо, но мы справились и смогли выиграть эту игру. Второе место досталось команде Подмосковья. Смоленская АЭС вручила памятные подарки лучшим игрокам команд первенства Центрального федерального округа. В Десногорской команде им стал Кирилл Лекторов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин